короче попробую скачу было рассказывать что показать но я буду и рассказывать покажем а в общем знаешь и такой интерфейс это то где сейчас ты но есть пользовательский интерфейс а есть интерфейс для взаимодействия между программами или внутри одной программы между объектами вот то есть интерфейс это не нечто что позволяет взаимодействие в общем то и для пользовательского интерфейса графические волосы я так не понимаю линки это смысле ты будешь ссылки делать или как или но так сами по себе линки это вот в данном случае это вот это вот структура связи то есть нечто у чего есть начало и конец вот интерфейс али позволяет взаимодействовать как здесь написано с хранилищем взаимосвязи или связи то есть и грубо говоря множество этих связей вот не вот предыдущий интерфейс еще вернулся вот все что зеленый это комментарий короче есть из чего этот интерфейс состоял раньше есть некоторые константы которые позволяют описать некоторые базовые термины например продолжение остановка пропуск или например отсутствие связи любой любой любая связь ссылку на саму себя ты сама связь вот и тогда да это это позволяет скажем так описать некоторые минимальный язык термина которым можно общаться с этим интерфейсом вот и дальше здесь эти регионы у меня в принципе вот константы дальше есть операции чтения 3 есть операция записи есть как бы один основной метод это и что есть ему передается некоторые набор ограничений то есть там можно например в случае с двойными связями можно сказать что нам подходит а или по сути список или мотив вот и в этом списке можно сказать что нам нас интересует любой адрес любое начало и любой кайф вот есть такой список передать от сюда в ограничение да то есть по сути это ограничение без ограничений то есть таким образом получится что вот эта функция обработчик будет выполнена для каждой связи которые вообще есть в хранилище то есть буквально все связи будут пройдены вот если например сюда остановить ограничение что например нас интересует только связи которые начинаются в связи с номером 2 то соответственно мы получим все эти связи которые не остываются и именно таким образом что начинает заканчивается если ставить и не не тогда обработчик по факту не нужен но он нужен потому что это единственный способ получить структуру связи есть тоже видишь мотив туда будет приходить такие вещи как например а почему он единственный нет третий путь и нет можно конечно было сформировать список вот но обработчик позволяет на каждом из после получения каждой связи принять решение нам этого достаточно грубо говоря продолжать или останавливаться и соответственно если мы хотим получить только первые 10 связи нам совершенно необязательно получать и деформировать и весь список и как бы это некоторый способ ограничить или остановить в случае чего проход по связи вот результате вот сюда рабочих это функция которая принимает массив вот этих вот связи по сути и адресов или идентификаторов и и возвращать значение болт данном случае то есть это более а чем является клинг и линком и линком может являться все что угодно но обычно и удивляет вот например нить лучшим реализации линксов для такой структур данных как юан сайна да то есть антенит ну интенджер 64 то есть это целое беззнаковая то есть возможно только числа от нуля и далее ну да вот вот если у нас еще за 4 бита используется под второе число то возможно такие варианты либо это беззнаковое число 50 0 до вот этого вот очень-очень-очень большое вот либо если она будет знаковая то мы жертвуем 1 бит на обозначение знака но тем самым мы как бы получили что от половина чисел до 0 и половина после 18 миллиардов миллиардов миллиарды а дальше 18 миллионов миллиардов ну да можно так сказать вот и по сути здесь может быть любое то есть все что угодно что обозначить идентификатор это может быть не только число именно что четыре убийства или там может быть в общем любого размера поэтому заранее не определяет что то есть можно сделать свою структуру данных которая как-то обозначает адресе вот дальше есть еще вот такой вот скажем так ускоренный способ бывает на нам не нужно знать нужно получать каждую связь адрес и я начало и конец обработчик каждый раз получать три числа или 3 бывает тоже опять же указываем ограничения но мы хотим получить количество попадая связи подходящих под это ограничение вот здесь она возвращает т-т-линк то есть адрес связи в данном случае может им же можно обозначать и количество потому что минимально это будет как раз 0 максимально в принципе она и но в общем как это а очень подходящийся про какое-то хранилище хранилище по факту это файл на жестком диске но хранилище может быть не взять на файл то есть мы моря для библиотека который в принципе хранилище может быть не оперативно память то есть может быть вариант оперативно реализация этого интерфейса а именно для оперативной памяти а есть реализация того же интерфейса для памяти виртуальной уже привязанной к файлу на жестком диске вот в принципе это может быть хранилище где она хранится можно по-разному проверять вот например еще вариант временного файла то есть после того как есть вероятность того что а это хранилище например не целиком обработается или провериться так короче смотрели тебя шла обработка и не и не и не и не и не и не 2 и ну да есть и случае в котором не обработается все файлы но в теории конечно может произойти такое но только если что-то произошло не так например произошло произошла ситуация кончилась оперативная память еще чтобы по идее алгоритм написан таким образом что вероятность этого примерно то есть грубо говоря это почти невозможно то есть и метод и читается каждая связь и метод каунт они все обрабатывают целиком хранилище но конечно если речь идет о почете например да там есть некоторые хитрости которые когда используют некоторые хитрости который позволяет это очень быстро делать очень быстро подсчитывать это выполнить очень быстро и самая медленная операция которая в принципе возможно это передать отсюда ограничением без ограничениями не получить каждую связь для этого действительно придется прочитать весь файл или ну как бы несет механизм за это мой мой ремонт файл он позволяет обращаться обращаться к файлу через оперативный палец то есть если у нас нет происходит записи то может и у нас достаточно оперативной памяти компьютера то обычно весь этот файл будет и тратить загружены уже то есть грубо говоря это же достаточно быстро и тратка если у нас самом хранилище связи мало но чем больше на связи будет и медленнее интересно как долго ты приходила к такому алгоритму и как много еще ошибок и багов те встретиться на пути да время конечно много продолжим вот и дальше есть и методы записи есть создание буквально что делает она создается здесь на хранилище пустое вот то оно вернет нам допустим единичку то есть это первая связь но структура ее будет вот такая вот там будет первая адреса нее будет один начало причем начало в данной случае будет ноль и конец будет ноль это как бы реализация самая простая если ничего не менять то будет вот но то есть получается если не будет считать этого файла то а то линк сам создаст этот файл и допустим тебя отправит тот же запрос который ты ему посылал но сам сам файл создается в тот момент когда мы по сути создаем объект который интерфейс либо выполняем любой первой операции если бы файл создавался при чтении но при чтении и предатель начинаем работу подряд ли она уже была она просто открыла она давай дальше вот по поводу создания есть еще такая штука обычная меняю логику и делаю вот так вот что создающаяся связь она начинает согласоваться на себя на себя начинаете себе заканчивать вот но как бы возможно два варианта то есть это будет настраиваться как раз и сейчас я делаю версию которая позволяет менять эту логику вот дальше когда у нас уже есть какая-то связь мы можем обновить и вот для этого опять же используется ограничение на используется монтажа но только иначе чем это было висит в этом каком-нибудь проходе последует хотя и и там тоже можно конечно с 21 мы захотели я не как-то но обновление конкретной связи у нас один файл одно франилище связи содержит множество связей то есть не одно слушай а вот по факту смотри он создает файл ну то есть допустим читает его создает файл а обновляет или как сказать но возможно ли самому человеку изменить то что уже дано ну вот эти вот методы для записи как раз для этого и сделал допустим мы открыли уже существующих они например 10000 связи уже ли да когда мы создаем то есть выполняем метод креет еще раз здесь будет не единичка да а например там 10000 1 и соответственно здесь уже как бы можем менять любую связь как последняя созданная если конечно создавали так это какой-нибудь например 53 если она уже была если соответственно файл пустой того как бы ты используете методы как раз ты управляемся держи но управляем на уровне каждый конкретный целом ограничение на то сколько связи может быть она в общем то зависит опять же от размера то есть от размера адреса связи случае 64 битами проще горячего мыши чем больше видят тем что тем больше и больше размер вот этого числа которые адрес обозначает больше можно хранить этот максимальное количество связей который может храниться в хранилище 64 битными адресами вот есть адреса сделать больше например 18 битма то количество величие и какой же максимум максимальный максимум но в принципе не существует это зависит от того сколько у нас есть и физические на что способны наши жесткие детские процессы на есть и допустим сделать что-то типа сервера если сделать что-то типа сервера то ограничение в принципе опять же им надо исходить из того но опять же быть такая же штука как из интернета ну да в общем короче создадим интернет можно и так это рассмотреть вопрос в чем что если у нас есть сервер даже вот этого числа может быть слишком много то есть я где-то сделал табличку сейчас я покажу вода называется размер всего этого вот например 64 битные адреса на 6 и 4-битной архитектуре процессора нас процессор и сейчас 4-битные очень быстро работаешь с 4-битными числами но грубо говоря подать 8-битные будут уже раз в 2-битные работы то есть операции с ним поэтому тут есть вот что так вот на тысячи четыре бита на и в принципе из-за того что каждая связь например двойные связи индексом до 1 связь здесь количество за 1 на 4 байта на меня не так как адресация жесткого диска тоже происходит помощью чисел 6 4-битных например да мы не сможем не там адресация идет по байтова вот каждой женщине 4-битных байтов она не имеет конкретный адрес и на жестком и получится что за счет этого если пишут под черное пространство мы физически ограничены этими же слишком 4 битами и у нас получится что мы получим не вот это число как количество максимальной связи а вот это то есть это насколько 281 тысячи то что пока мы ограничиваем миллиона теле 10 битами число то что должно быть она не будет какой-то причине ну из-за ограничения процессор потому что он для адресации местные самом жестком детстве и вообще в оперативной памяти использует адресацию кусочков по одному байка они целиком как у меня один адрес это одна то есть грубо говоря все четыре раза меньше эти возможности по сути то есть число она должна получиться вот это число грубо говоря все четыре разделить наверное так получится то есть по факту из-за самого включения ограничения 64 бит мы не можем создать вон то вон то вон то вон то вон число до мы можем вот только байт сделать но связи не можем потому что каждая из 5 это 64 банты на может возможно как-то изменить судя потому что я знаю текущих процессоров судя потому что я знаю но потому что ты пытаешься приложить и как бы пытаешься изучить тут уже совершенно другое как бы в чем что наверное не даже если на блоке современный процессор через вот больше не выйдет пусть это будет предел все таки теперь в инженерии подаемся но кругу гореть тогда можно создавать уже процессор вот и смотри вот здесь вот например да вот тут у нас цвета 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 не пытался помечать вот это у нас 2 миллиона байт 2 мегабайт эти помещения короче короче вот это количество 1 тысячи миллиардов грубо говоря связи сможет получиться в одном карабайке 1 1099 миллиарда это поместится в одном тарабайке оператив соответственно нам сейчас смотрю эти а четыре числа видишь 137 до 7 4 5 111 это все по месяцу нам тарабайке то есть это как это от минимума до максимум типа или что но здесь имеется ввиду что у нас есть лидер один карабайт оперативки то вот это вот то есть это как вы не меньше чем тарабайт вот это вот ровно тарабайт то есть грубо говоря вывесь например почему фиолетовым да если носить один я в этой оперативки то вот это все туда по ней но грубо говоря не помню почему так цвета диамма типа да если у нас есть какой-то объем то вот этого количества связи на прости повторить просто нету клей немного тарабайка ну смотрела 10 цвета я выбрал как что если у нас есть объем оперативки жесткого диска до 1 дубль то вот это вот все но туда поместится и соответственно то же самое как бы она всегда целиком все варианты моя маленькая вода случается что это максимум который помещается в 1 тарабайт да это самый максимум который может оксана минимум это там сверху через ты соответственно ведь уже два в два раза больше 2 тарабайта 48 281 тарабайт когда 281 тарабайт для таких еще не видно поэтому пока этого за глаза грубо говоря в случае сервера то есть кластер и серверов когда много-много пожалуйста когда транзистор изобрели сюда то есть думаю да рекомендован записицы как поводит в тысяча гуку царков в ск все вот 281 я патенты на принцип работы пулевых транзистров были зарегистрированы в германии в 1928 да но потом только де действующие седьмом и сделали сначала его придумали а потом долго думали как же 20 лет думали все проекты какие-то стали недостижимы в общем сейчас прошло шесть лет того момента как понимаешь насколько он близки к тому времени то есть предполагаешь на скорых были могут изобрести как раз эти те процессоры которые выдерживают нужную массу памяти можно так сказать но я надеюсь что вот прям столько связи крайне случае у нас всегда есть возможно реально думает что информации так мало кушает и сначала схватился я думаю что я не знаю сколько информации нужно но если вы делить на какие-нибудь составляющие то есть например информации на одном языке хранить в одном хранилище информации на другом в другом и так далее то есть словами иными словами можно это делить на кусочки то есть у нас есть система 281 терабайта то соответственно если у нас будет их две трети то они независимо смогут работать независимо вот это уже железно решается по моему у меня слишком странный вопрос ну да нет нормально вот 3032 бит использует только уже меньше связи ну да куда меньше но там и память тоже как не сильно вот а если у нас 30 битный процессор то вообще четырьмя миллиардами связи все ограничится в своем случае слушай а вот на википедии сколько статей в муки педии в муки педии в м ну все на 5 вот 5 миллионов там а это миллиарды мне кажется 32 хоть мне кажется даже теперь 64 это как раз то что надо для данного этапа развития людей но грубо говоря википедии я думаю можно будет но может быть отсюда не влезет если каждый символ еще статья нажим нажим нажимаем нажимаем вот но вот сюда хотя бы не знаю терабайт или два она точно должна влезть да то есть там помечено то что пока что не невозможно реализовать я просто дальше размещать не стал потому что но грубо говоря один терабайт я еще есть большая ритма что у многих людей будет недорого ставить но дальше там два три четыре уже как редкость ну да давай продолжим по коду пижам вот мы соответственно порой кроме удаления есть обновление уже дегрессирует есть удаление тут она ничего не обращает вот но по сути если ему дать какой-нибудь номер например она первая связь то он удалит либо только ее саму либо опять же если настроена логика то удалит еще и все те связи которые вставались на эту связь чтобы не получалось такое что у нас есть есть нечто которое ссылается на что-то что вы чего уже вот в принципе все и чать я подустала вот по факту вот этих всех операций более чем достаточно да вообще всего что угодно как бы это странно не казалось но ну да это не странно более того это действительно так вот и тут у меня возникла идея попробовать другой другой концепции сделать одну единую функцию которая объединяет тебе вот это вот это вот это вот это вот это и че-то проход последний вот и выглядит она вот так вот то есть триггер провоцировать или в общем выполнить трансформацию грубо говоря мы некоторые ограничения которые мы задали трансформируем в другое скажем так ограничение то есть мы можем поменять все связи власть данных на одну конкретную связь поможем а тридера ты как бы задал алгоритм так сказать ну да я задаю сразу алгоритм изменения то есть что я хочу поменять вот причем если здесь указать например что ограничение это сейчас покажу здесь у нас ограничение такое вот то есть мы обновляем нулевое средство из по сути обозначающей пустоту на уши на мечта ой блин забыла а что если рестракция как получается вводится самим пользователем или разработчиком но как бы здесь несколько вариантов как это сделать это просто аргумент функции да этот аргумент функции его может как разработчик вручную так и создать пользовательский интерфейс для пользователя в котором он может это указать графический и тем самым это значение передать можно не графически можно можно как угодно письменно да вот потому что графически до сих пор по моему не распознает прям все все доход к чему окна можно аристракшен изменить по факту ссылкой на определенный объект так да и стрекшену можно но тогда не получится создать все-таки но почему же не получится да надо короче для того чтобы описать объект то есть в данном случае хранящий кроме связи вот поэтому требуется чтобы например что-то создать да например у нас была пустота да мы хотим ее аристракшеном выбираем группы пустоты не но но смотри допустим что мы создали массив то есть у нас вместо истракшена массив мы можем его просто что там обработать то есть прочитать получается и в крайнем случае если его нету то надо просто обновить этот массив и тогда получается что действие сокращается с 4 до 3 насколько я правильно понимаю короче смотри открою я не знаю какой нибудь графический редактор либо нот я не знаю что что кружочек заполнен и кружочек это будет массив его кружочек заполнен так он из рису его на край типа это массив который у нас есть это истракшен получается что нам надо его что сделать с ним с истракшеном наш перечисляя функции не знаю так я просто не помню и что значит все время злое и че означает пройти по связям который соответствует этому ограничению то есть мы смотрим мы рассматриваем массив есть ли в нем то что нам нужно то есть на нас есть массивы мы должны их рассматривать все все несколько наоборот мы используя вот этот массив смотрим на все хранить хранилище ни на какого квадратика посмотрим есть ли она в каждом каждой связи в этом получается если в массиве двойка то он хранилище ищет эту двойку да когда нам если нет двойки надо причитать эту двойку допустим если двойки прочитать сам этот массив то есть читает на мой другом случае читает если не находит в хранилище то он создает этот массив как объект то есть создает его как файл да но это не всегда ситуация которая может быть разработчик то есть мы хотим бывает ситуация что у нас ограничение например 2 да и дальше как бы не обозначены звездочка не пишешь эти полюбов и ксида звездочки ну ладно скажем цветочки вот грубо говоря нам нужно просто связь которая с адресом 2 2 на стране еще не прям всего 1 1 и все и дальше ничего нету вот в этой ситуации мы хотим чтобы эту штуку нам грубо говоря как раз обновляем массив на вот эту единичку короче это сложно очень сложно вот этот массив который нас зачем мы его обновляем грубо говоря restriction или ограничение это вопрос да но спросили двойка есть мы либо отвечаем да да либо нет то есть если да у нас возвращает что там двойка например 1 и 3 вот если нет то просто мы как бы это у нас как бы не создаем не обязательно создавать сейчас логика я подразумеваю что она будет работать так что просто не выполнится обработчик она должна прислать на ух ну чуть такого то есть не найдено то есть опять же все равно обновление идет это обставку здесь обновление чего нахива вот обновлять чего его не нужно обновлять это вопрос вот вопрос когда он пришел мужиком вопрос нельзя заменить ответ а есть риторический вопрос ни не слышал на них изначально существует ответ то есть допустим он изначально дать изначально но он нашел до получается что он уже риторический и тогда можно просто этот вопрос заменить сразу ответом мы же не будем то есть мы написали вопрос то есть он нам уже нафиг не нужен но как бы получить ответ для этого вопрос зачем тебе этот вопрос нужен когда ты хочешь получить на него ответ то есть ты выполнишь этот вопрос так на кой черта нужен пользователь он не пользователь он один раз вот этот вопрос он передается вам интерфункцию чтобы она вообще понимала что ей нужно искать и все радов только для этого и дальше не предусматривается что сам вопрос меняется из-за этого предусматривается что можно сработать обработчик на каждый подошедший ход ограничений грубо говоря самому пользователь думается мне надо это переработать и понять вроде я понимаю то что это получается будет действовать как стандартные условия ты пытаешься найти что-то нестандартные на при этом пишешь что-то стандартный оплодирую вам что смотри ты этот проект подожди на ваш по чем-то уникальный насколько я поняла верно но скажем так уникальный подход структура данная которая используется она не так популярна как могла быть когда вообще не знаешь мне от прям резко так захотелось писать ну грубо 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 говоря тот вопрос чем это я пытаюсь сделать это новое но чтобы его сделать новым я вставляю составляю . и грубо говоря от этого не уйти то есть говорят и создаю что-то поддержанное то есть что-то из поддержанного новое это как но но у битов байтов у них нет ни запаха ни текстуры которые хоть как-то бы показываю что они поддерживают трубкой то есть это не совсем применимо к информатике данных 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 бит байты и прочие вещи для того где они находятся какой-то короче вот эти получается что все это всего лишь токи электричество положительные и отрицательные ну да или отсутствие только могут у нас электричество человек чтобы не имела половине информации которая не принесла можно вариант чего 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 короче говоря сейчас поясню а не стоит в мире электричество но существует компьютер вот если вы сейчас например резко взяли и вырубили все электростанции в мире то половина информации которая была в интернете на тех же северах их бы не было потому что нет электричество но нет электричество значит не работают роутера которых из интернета физически нельзя достучаться до тех или иных сайтов работать будут только те вещи которые имеют автономное питание но это редкость и в общем-то действительно начнется с того что у тебя с вами даже собственном доме не работает роутер или устройство связи и из-за этого это проступа нет интернет вообще потому что первый узел через который происходит коммуникации он уже не работает мы соответственно частично по сути все остальные интернет может приждем уже просто но уже 40 минут прошло ты хочешь перерыв сделать да можно было бы ну хорошо а